Привет, друзья! Сегодня с вами я, Екатерина, и мой друг Умочка. Сегодня мы вам расскажем о новостях, которые происходят в Татарстане. Это будет наш постоянный блог от группы поборов в школах и детских садах. Мы сегодня поговорим с вами о политике в Татарстане, а также о поборах, которые существуют у нас в Республике Татарстан. Ты наш представитель животного мира, да? Представитель животного мира ты у нас. Пока некоторые будут смотреть на тебя, а я буду рассказывать про других представителей животного мира, но более удачливых, да? Ты как на это смотришь? Ну как, поехали! Сегодня я хочу с вами поделиться, как мы в своей группе ищем новости. Эта информация будет полезна для всех родителей, которые создают аналогичные группы и которые хотят принимать сообщения о поборах. А также мы расскажем о том, что происходит в нашей группе, прочитаем несколько комментариев, ответим на некоторые вопросы, и я думаю, вам будет интересно. Так, работаю я всегда с телефона, и вот этот вот товарищ, он всегда со мной. Как вы, наверное, уже заметили, он частенько у меня в кадрах похрапывает, поэтому смысла я его не увижу убирать, да, малыш? Ты будешь со мной. Группа находится ВКонтакте и называется «Поборы в школах и детских садах». Ну всё, ум у нас спать устроился. Первое, что я хочу сказать, что сейчас, на данный момент, мы решили освещать тему не только поборов в школах и детских садах, а также возможность выкладывать новости по всем проблемам по Республике Татарстан. Это новости по образованию, по медицине, по ЖКХ и по беспределу, который творится у нас в Республике. Куда вы можете разместить свои новости? Во-первых, вы можете написать их в нашу группу. Это возможно всем зарегистрированным пользователям. То есть вы заходите, напишите что-нибудь. Вот здесь у нас есть такая вкладка, нажимаете на неё. Нажимаем и пишем, что у вас нового. Так, хочу обратить особое внимание на те новости, которые к нам стали поступать по ЖКХ. Смотрите, сегодня к нам поступила одна новость, что очень большие коммунальные услуги берут в Казани, на улице Маршала Чуйкова, дом 53. Нашему подписчику насчитали за холодное водоснабжение и водоснабжение 4 и 5 тысяч. Плюс ещё к этому на горячее водоснабжение расчёт 13 тысяч 424 рубля и 54 копейки. Притом подписчица утверждает, что никаких долгов у неё нет. Притом здесь вот написано в том числе это подогрев воды, холодная вода для нужд. И, знаете, в комментариях, мне кажется, очень хорошо на этот вопрос ответили. Вы что, слонах купаете? Давайте прочитаем всю эту новость полностью. УК «Уютный дом» за декабрь получили вот такую кварплату просто так. Кто-то из дома не сдал показания счётчиков, а наказывает меня, маму, двоих детей, которые платят всё вовремя. И показания счётчиков сдаёт также в срок. Прошу принять меры, зная, что эту группу смотрят те, кто в состоянии мне помочь. Жалобу в жилищную инспекцию и в Роспотребнадзор написала. К слову, после увиденной цифры стало плохо. Я думаю, что цифра в 34 549 рублей за месяц кварплаты. Я думаю, здесь не только наши подписчицы плохо станут, но и всем остальным, кто это вообще увидел счёт. И я вам скажу, площадь помещения не такая, как у наших удашливых в несколько сот квадратных метров на нескольких площадях, а всего 45 квадратных метров. То есть это небольшая довольно-таки площадь, и за месяц ей насчитали. Давайте поближе я скажу сумму. За месяц ей насчитали 31 549 рублей 16 копеек. Представляете, вот за квадрат. Это у нас город Казань. И, естественно, здесь начали в группе у нас писать комментарии, и выяснилось, что не только наша подписчица имеет такие проблемы, но и другие наши подписчики. Допустим, вот пишут, за 34 метра отопления 2000. Сумма сойти. У кого ещё так? За 38 метров 1800 начислено. Другой комментатор пишет, это УК ничего не боится, так как директор, внимание, является депутатом от Единой России. Ну, наверное, им не понять, честной народ, что, извините меня, кварплата 31 тысяча, это, как бы, у многих даже зарплаты нет в Татарстане, даже несмотря на то, что наши татарстанские чиновники отчитываются, что средняя заработная плата по Татарстану у нас 38 тысяч. Я не знаю, где они видели 38 тысяч заработную плату. Наверное, они сложили, я не знаю, поваров в школе и в детском саду, нянчик, да, у которых зарплата минималка идёт, там, 12-15 тысяч и свою, которую они получают, да, и таким образом у нас как раз, наверное, складывается большинство по 10-12 тысяч, по 12-15 тысяч и плюс их, ну, как раз, мешаем, мешаем, получаем салатик и получаем в итоге среднюю заработную плату в 38 тысяч. Так, Альмезиск, 42 квадратных метра, долгов нет, оплата своевременная, отопление 3 700. на 1700 рублей больше ноября. Такой ценник ещё никогда не был за двушку. Итого 7 200. Давайте откроем и посмотрим. Так, самая большая, да, вот сумма виду, что 3 765 33. УК первый посёлок, альметьевские тепловые сети, отопление. Вот так ошарашили наших жителей Татарстана ценой за отопление. в Салават-Купыре. Кстати, там у нас дома по социальной ипотеке в основном идут. То есть это сносили дома, которые находились, допустим, в центре, где-нибудь, да, я не знаю, где прокладывали какие-то дороги. И людей просто выселяли из этих домов и давали им жильё как раз вот в Салават-Купыре. И вот эти дома, многие в эти дома загнали по социальной ипотеке. То есть тем, кто, ну, кого, допустим, там выплачивали по 12 тысяч рублей, их отправляли туда. То есть естественно у людей не было таких денежных средств, чтобы нормально себе квартиру купить. И их загоняли вот в этот Салават-Купыре. И пишут, что ежемесячно растёт кварплата на тысячу рублей, а то и более. Ежемесячно на тысячу рублей. Это ужасно. За два года сменили три раза лицевые счета. Очень хорошо кто-то пополняет свой карман за счёт жителей многоквартирных домов. Знаете, мы согласны, что тысяча рублей это довольно-таки большая сумма, особенно если она начисляется ежемесячно. Вот ещё один комментарий тоже из Салавата-Купыре. За двушку в этом месяце пришло три тысячи за отопление. Творят, что хотят беспредельщики. И такой беспредел пишут по всему Татарстану. И знаете, этот пост у нас набрал очень много комментариев. И здесь люди выкладывают свои лицевые счета, которые им пришли в этом месяце. Вот я вижу по Альметьевску, по Казани, по Заинску. И люди просто возмущены, до какой степени у них поднялась оплата за отопление. Вот я открыла еще одно объявление. Так, это Альметьевск. Отопление 5,402 рубля, 0,5 копеек. Итого коммунальная услуга 5,750 рублей, 68 копеек. То есть вы понимаете, да, что основная часть расходов они решили списать на отопление. Заинск тоже взялась с другой группы. то есть уже наши подписчики начинают просто скидывать с разных групп из своих районов республики Татарстан, где тоже жители очень возмущены таким беспределом. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Я вижу, что сумма у нас идет общая 9,194,37 квадратных метров сейчас 71 квадратный метр. Так, отопление, да, отопление. Вот я вижу 5000, по-моему, да, 5158 рублей 98 копеек. То есть смотрите, какой у нас беспредел, да, творится. Притом, как нам говорили, отопление же у нас будет ежемесячное сейчас, насколько я помню. Так, и здесь посмотрим. Только за отопление 3000 рублей за 54 квадратных метра Нижникамск. пора бы уже массово в прокуратуру обращаться. У нашего мини-прессика, ну, не будем говорить, кто это, хотя все татарсанцы и так знают, кто это такой. У нашего мини-прессика, как всегда, цветочки и херли-эрт короче, с добрым утром, да, я татарский не знаю, но знаю, что это с добрым утром, потому что когда заходишь на стенку нашего мини-ханова он подтирает все комментарии с проблемами и кроме цветочков, поздравлений и всего хорошего, доброго утра и с добрым там, днем, доброго дня он такие вот комментарии оставляет, а все проблемные, с которыми должны бы работать наши контролирующие органы, он просто подчищает вот такая реакция нашего мини-президента. Почему мы называем его мини-президент, ну, потому что президент у нас единственный это Владимир Владимирович Путин, а здесь у нас мини-президент, и все прекрасно знают, кто это. Так, начинаем, читаем дальше наши комментарии, 3,800 за отопление, еще и морозов-то толком не было, а с января еще оплату за ЖКХ поднимают, да, кстати, считаю, еще скоро принесут, и я думаю, что вы будете немножко в шоке от того, что там еще начислили. У меня почти 50% зарплаты только на ЖКХ уходит, будет уходить с такими ценами. 3,700 за 65 квадратных метров Нижний Камск, дровами, что ли, начать топить, дешевле выйдет. Напоминаю, что мы озвучиваем цены, которые пришли за коммуналку и которых возмутили наших подписчиков. Читаем комментарии из группы побора в школах и детских садах. Это наша группа, которая изначально занималась проблемами в сфере образования, то есть поборы в школах и детских садах, но недавно мы приняли решение, что мы будем озвучивать все проблемы, которые у нас происходят по республике Татарстан, потому что нарушений действительно очень много, но про них никто не говорит. Почему о них мало кто говорит? Во-первых, на блогеров идет давление. Хотите приходить в гости, уважаемые господа, прошу, мы к этому готовим. Идет давление, то есть мы с вами видели как в Татарстане борются с африканской чумой, как у населения у нас просто в Елабуге изымали свиней из дома по беспределу, какие-то копейки выплачивали для того, чтобы этих свиней забить, хотя у них эти свиньи были на домашнем содержании, они нигде не гуляли, но в лесу нашли стадо кабанов, которые в одной кучке все умерли, притом многие думают, что это скорее всего либо отравление, или их просто убили, но пошли по населению и начали изымать свиней живым весом, кто уже успел заколоть изымали даже мясо, и кстати блогер, который вел этот сюжет, он как нам потом писали из Елабуги и Саинска тоже, что этого блогера сразу же в ментовку отвели, вот, поэтому так скажем, блогеры, они конечно работают, но по сравнению с другими регионами они немножко у нас слабоватые, поэтому мы хотим поднимать более-таки актуальные темы, которые будут затрагивать основную массу проблем, которые происходят по Татарстану. Другой момент, что в СМИ у нас освещают проблему, но не все журналисты. Я вам расскажу, как это делается обычно, да, мы работали со многими средствами массовой информации и с телевидением, и с газетами, и с интернет-изданиями, и все-таки остановились в основном на интернет-изданиях и газетах. Почему я вам сейчас расскажу? И мы работаем только с проверенными журналистами, которыми мы работаем уже много, довольно-таки, лет. Потому что мы знаем, что наши слова из этих именно статей их не выдернут, не перевернут, как это делает, допустим, другие средства массовой информации. И многие журналисты, которые к нам обращаются в первый раз, мы можно даже сказать, что, наверное, игнорируем, и на нас пытаются выйти даже через наших знакомых журналистов. И журналисты, наши знакомые, да, уже пишут там, мы не будем ваши точно слова перевирать, задайте, пожалуйста, нам интервью. Вот. Но по обстоятельствам конечно мы стараемся его дать, особенно если это топовые какие-нибудь темы, которые мы сами заинтересованы, чтобы их поднять. Мы часто помогаем журналистам, часто помогаем журналистам найти родителей, которые столкнулись с поборами, особенно если это федеральные каналы, а не местные. Почему мы перестали работать с местными каналами? Потому что заказы идут, определенные заказы. И также идут заказы на статьи. Допустим, мы столкнулись с такой проблемой, она довольно-таки, я думаю, уже всем известна, что мы освещаем тему в своей группе какой-то, да, по поборам. И у нас есть на руках все документы. Эти документы мы выкладываем группу, а новость какая-нибудь идет совсем другая. Допустим, возьмем по рабочим тетрадям. Нам приходят ответы из Министерства образования Российской Федерации, что рабочая тетрадь должна выдаваться бесплатно, да, и что запускает через СМИ какую-то информацию, что рабочая тетрадь это учебное пособие, она должна закупаться родителями, и вот все в таком духе. как это делается обычно? Это делается через аппарат президента, через Министерство образования, через другие вышестоящие инстанции. Запускается новость через ТатМедиа, и оттуда уже клонируется по всем СМИ. Притом текст обычно они даже не удосуживаются менять, и эта новость она выходит абсолютно везде в одно и то же время, вплоть до групп ВКонтакте. И как-нибудь я даже вам такой момент покажу, то есть вы будете спокойны знать, что это именно эта новость разбросали через одно издание. Ну, сейчас я просто не буду в это вдаваться, но, поверьте мне, так и есть. Она будет во всех абсолютно группах, кроме нашей. потому что мы прекрасно понимаем, что новость идет от нас, у нас есть все документы на руках, но просто это кому-то очень невыгодно. вот. Так, ну, мы продолжаем читать дальше наши новости. Смотрите, Альметьевск, 4,800 за отопление, это 52 квадратных метра. Казань, 7,250 квадратных метров, отопление 2,600, хотя дома и не так жарко, первый этаж, я мерзну. Вот мне всегда нравится вопрос, да, в нашей группе. А при чем поборы в школах и детских садах? Многие видят название нашей группы, она называется поборы в школах и детских садах новости мира. Мы могли бы поменять наше название, но зачем? Наша группа хорошо индексируется в поисковике, я даже вам сейчас покажу это, и я, допустим, вообще не вижу смысла, так, мы немножко переставим, так, я не вижу смысла для того, чтобы из-за прихоти кого-то, да, из-за чьей-то прихоти мы меняли название нашей группы. Так, поборы пишем. Так, куда мне сделать? Так, уберу и отсюда. Так, поборы в школах и детских садах. Вот мы делаем первое, и что выходит, это наша группа. Поэтому, ну, честно говоря, я не вижу смысла менять название, потому что все к нему уже давно привыкли, и, в принципе, именно по нему находят нас и наши новости. Если люди, если вас что-то не устраивает, допустим, наше название, вы всегда можете свою группу завести и вести там новости, какие устраивают именно вас. Набрать столько же подписчиков, сколько и мы, а также размещать новости, которые нравятся именно вам. Как говорят, чужой монастырь со своим уставом не лезет. монастырь не лезет. Да, Мума? Ты согласен со мной, Мума? Ты согласен? Ты со мной согласна, собака? Согласна? Я тоже так думаю, что ты согласен со мной, да? так. Следующая новость, которую мы с вами зачитаем. Кстати, пользуясь моментом, хочу сказать, что вы можете оставлять свои комментарии под этим видео, или в нашей группе, и мы все интересные вопросы, комментарии будем зачитывать. Так, вот такая интересная новость. Депутат Государственной Думы Виталий Бочкарев от партии Единая Россия резко раскритиковал россиян, жалующимися ему через приемную на закрытые детские сады. Он потребовал больше не присылать подобные обращения и дал несколько советов. Кстати, давайте Виталия Бочкарева найдем. Интересно, кто это такой. Наверное, мне салон красоты нужен, да? Ома, ты как думаешь, нам не салон красоты нужен с тобой? Кто такой Виталий Бочкарев? Посмотрим? Давай. Депутат. Депутат. problems девичาย πά складывай, совсем не виной в DOD's. ном, стол 참 доходом л âл ним отдаю, тварь, Панорамма. Так, ну давайте на этом издании я с вами более подробно остановлюсь, потому что это сатирическое издание. И я думаю, что, наверное, он этого даже не говорил. Ну, конечно, у нас тут писали. Но, честно говоря, немножко наши подписчиков данная новость так всподрила. Но, особенно после коронавируса, после безработицы... ... 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 добрый вечер анонимно пожалуйста спасибо у нас в группе 21 ребенок у нас собирают на постельное белье с каждого по 3200 рублей в садике постельного белья не имеется в садике дорогие мои белье есть и она закупается за счет бюджета но слишком умные мама тебе не стыдно хватит охрапеть так она закупать за счет бюджета финансирование на него заложено поэтому то что с вас берут это чистые поборы и если это сообщение по татарстану я вам оставлю контакты под видео пожалуйста пришлите это сообщение мне в личку и она будет направлена в прокуратуру республики татарстан для проверки так но так как мы разрешили своей группе публиковать любые проблемы которые есть у наших подписчиков пришло сообщение сегодня обнаружила что госуслуги стали на татарском языке подскажите пожалуйста как сделать на русском языке то есть были на русском и когда там что-то переделали вот наши подписчики делятся информация как лучше это сделать ну знаете здесь немножко конечно идут такие курьезные курьезные немножко картинки которые как всегда находят у нас наши подписчики спасибо им большое за такие интересные новости и моменты допустим здесь на татарском госпошлины хэм штрафы ну я думаю кто владеет татарским языком наверное напишет правильно это или нет но я считаю не знающий татарский язык что наверное это как-то ненормально вступили в силу новые санкиты которые запрещают телефоны для учебы но в принципе я считаю что это правильно потому что но на телефоне когда я просто читаю новости или там кто-то да там просто для общения то телефон это как находка но учиться по телефону это я считаю что кошмар и очень многие родители волнует вопрос дистанционного образования наших детей сразу скажу я не ярый противник дистанционного образования потому что мои дети несколько лет учились в онлайн школе и им нравилось потому что было очень много свободного времени но что происходило в школах во время дистанционки это две большие разницы во первых мои дети на нормальной платформе занимались и там уже был курс всех лекций записан и вся система была построена а в татарстане у нас дети занимались буквально на коленке и по ватсап то есть учитель просто присылала им какие-то новости то есть учитель присылала им домашнее задание или классное задание по ватсап решите такой-то пример и все они должны были просто прислать ей какие-то ответы она их проверяет и ставит какие-то оценки это можно назвать нормальным образованием я считаю что нет поэтому было очень большое возмущение родителей именно по дистанционному образованию и если вот эти санпины они вступили в законную силу то дай бог запрещают использовать в школах мобильный телефон для обучения детей теперь согласно документ для образовательных целей мобильные средства связи не используются я надеюсь что если на школы и дальше будут использовать дистанционные средства обучения то они предоставят также и средства обучения которые они обязаны предоставить по закону то есть это не только гаджеты какие-то компьютеры но также они должны предоставить и электронные учебники допустим и учебные пособия и если дети не получают данных пособий или учебников или средств обучения это нарушение закона об образовании и смело можно обращаться в прокуратуру потому что если вашим ребенку не предоставить такую возможность то у нас есть разные семьи есть малообеспеченные есть те кто даже не может позволить себе не то что там телефон которому запрещено сейчас учиться но и запрещено ну как бы не имеет возможности вообще дома иметь этот компьютер у некоторых обстановка дома еще 90-е года какой у них там компьютер они думают о хлебе насущном и как вот оплатить вот эту коммуналку с вашим отоплением непонятно поэтому ну нет возможности у детей и это получается социальное неравенство то есть те кто имеет дома компьютер они будут обучаться дистанционно нормально а другие кто не имеет им что делать вот такие неравные условия создает у нас как раз дистанционная форма обучения в России и у кого-то даже интернета нет давайте вспомним ту ситуацию когда у нас родители точнее дети сидели в какой-то заброшенной ферме потому что там было единственное место где они могли поймать этот гребаный интернет или дети которые залезали на вышку чтобы вот так вот стоять и ловить эти лучи и мы тут еще говорим о каких-то 5G когда у нас в некоторых поселках и в некоторых даже в местах в городах да ну не ловит интернет или ловит определенные и к тому же вот смотрите если мы затронем тему интернета да господа хорошие а кто этот интернет будет оплачивать у нас образование бесплатное вы свалили на родители все платы за интернет покупка я не знаю покупка компьютеров покупка телефонов да и еще родители должны при этом работать и еще должны сидеть дома с детьми заниматься и потом вот такие вот счета нам будут приходить в 31 тысячу рублей за кварплату где из них основанная часть это холодная и горячая вода побойтесь наконец уже людей они ведь не всегда будут молчать когда-нибудь злость их начнет кипеть и выплеснется довольно таки обоснованно на вас так ну ладно перейдем дальше к нашим новостям детей малоимущих обделили жители региона возмутились из содержания подарков мне здесь понравился один комментарий это ведь не конфеты а пальмовый яд такой подарок и даром не нужен как-то в группе мы свои уже размещали эту информацию уважаемые родители пожалуйста проверяйте всю молочку часто именно она содержит пальмовое масло творог молоко сметана все что вы считаете полезным в магазине может быть обман хотела еще одну новость вам найти сейчас я ее покажу она касается родного языка это приказ 24 сентября 2020 года номер 519 именно по этому приказу можно во время государственной итоговой аттестации из обучающихся выбрать предмет родной язык и родная литература в татарстане родной язык и родная литература это не только татарский язык это и русский язык и вы можете выбрать родной русский язык и родную русскую литературу литературу. Именно следуя этому приказу. В школах вам должны предоставить такую возможность, если ребенок хочет сдавать эти экзамены. Мы провели опрос в нашей группе. Дали ли школы в Татарстане такую возможность? Ответило всего 252 человека. Но из них 195 это просто посмотреть результат. То есть мы не стали портить статистику и мы оставили чистый, скажем так, голый результат для того, чтобы посмотреть, есть у родителей такая возможность у детей выбрать родной русский язык или нет. 26 человек, это 10% сказали, что, конечно, нет. Но, в принципе, предполагало, что именно так и будет. Предлагали, но мы не выбрали. 8 человек ответила 3%. У нас только татарские родные можно сдать. 10 человек проголосовало. То есть, видите, опять у нас идет дисбаланс и опять не дают школу выбрать родной русский язык. И 13 человек у нас ответило, что можно выбрать родной русский язык и родную литературу, просто пожимая руку тем директорам, которые дали такую возможность нашим детям. Так, и давайте найдем несколько новостей для нашей группы. Я покажу другим администраторам наших умов. Сейчас я вам покажу сначала вот это вот чудовище виду ужасного, который у нас тут похрапывает. Так. Ума, как ты так можешь спать? Ты же храпишь. Ты же храпишь, Ума. Ты же храпишь. Ума, ты же храпишь. Ладно, Ума у нас все. Получается, у нас Ума в отпуске у него тихий час. Так. Новости. Мы решили с вами поискать новости. Все, Ума, не отвлекай меня. Так. Это будет интересно для администраторов групп, которые аналогично ведут такой же контекст, как и наша группа. То есть поборы в школах и детских садах. Первое, что всегда мы делаем в поиск новостей, это я пишу образование нарушения. Ну, здесь в основном у меня уже все топовые мои фразы, которые я обычно забиваю, здесь у нас уже есть образование нарушения. То есть я их ищу в поисковике, а не в грубо, как некоторые делают. Так. И начинаем читать, что у нас сегодня есть. из регионального закона исключать запрет на проведение митингов рядом с учреждениями образования и здравоохранения. Интересно, одиночные пикеты к этому относятся. А то я помню, здесь недавно один одиночный пикет около 165-й школы. Ну, я вам напомню. Покажу этот момент, как одна девушка растянула транспарант, что в пилингвальной школе зачем вы просите русский язык. И, кстати, никакого наказания она за это не понесла. Потому что это же защита татарского языка. У нас только русский язык не защищает в Татарстане. А остальные языки у нас приветствуют, защищают, проводят различные мероприятия по развитию языка. Ну, 2021 год у нас объявлен годом родного языка. В принципе, для, наверное, половины населения Татарстана родной язык это русский. И посмотрим, какие будут мероприятия проводиться у нас в Татарстане по сохранению и развитию русского родного языка. Будем за этими новостями тоже с вами следить. Так, ну, я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Мы планируем выходить к вам почаще, читать новости. Мой друг храпит, но я думаю, что мы сейчас на это достанем. Достанем. Ума! 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 Ума, ты кушать пойдешь? Иди сюда. Иди ко мне. Иди попрощайся. Иди скажи пока-пока. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, тэ-тэ-тэ-тэ-пэ. Давай. У меня напарник. Линия, мой напарник. Линия. Только не можешь дохрапеть. Только не можешь дохрапеть. Давай. Уважаемые наши подписчики, давай. Присылайте нам свои новости. Мы их обязательно опубликуем. Пишите свои комментарии, свои вопросы, и мы на них обязательно ответим. Пока-пока. что, дрых? Ты зачем дрых? Почему мне не помогал? М? Почему не помогал? Почему ты не помогал? Почему ты мне не помогал? М? О, мопрёша, ленишка. Я тут распинаюсь. С новостей рассказывать читаю. А ты мне не помогаешь. Пока-пока.